добрый день друзья меня зовут александр я приветствую вас на проекте строй живи летом 2016 года я ездил в командировку в москву проверял там свои объекты показывал очень много видеороликов у нас кстати очень часто задают вопрос строите ли вы в москве дорогие друзья дорогие москвичи у нас на канале есть отдельный плейлист он так и называется москва находите его во вкладке плейлисты заходите в москву видите множество объектов и множество видеоматериалов о том как мы осуществляем строительство в москве это фундаменты на винтовых сваях реконструкции фундаментов и строительство каркасных домов а сегодня я вам хочу рассказать о чем еще раз повторюсь летом 2016 я был в такой командировке и обозревал один из объектов под который мы строили свайно-винтовой фундамент москве московской области дом на нем построили из соломы было очень много противоречивых комментариев к этому ролику кому-то нравится кому-то не нравится но в то же время были такие комментарии которые просили показать что с этим дома будет дальше я в очередной раз в московской области и обязательным порядком выполняя вашу просьбу приехал на этот объект смотрите что с этим домом происходит дальше его уже снаружи практически штукатурили и какие-то работы произвели внутри приятного просмотра друзья добрый день добро пожаловать здравствуйте здравствуйте приветствую добрый день только не скажешь ребята из фундамента приехали снимать и вот ребята тоже интересуются технологии ну да поэтому можно будет еще раз все вместе пробежаться ну давайте с удовольствием последний раз когда вы были у нас все в салоне было и крыши не было ничего него ну вот когда это было последний раз ну два месяца назад вообще в июне мы начали фундамент закрутили прямо в это в мае конце мая ну вот собственно говоря сейчас уже веранду остекло как раз начали остекление делать вот панели за штукатуре на как я уже говорил первый слой это у нас чисто глина солома и чуть-чуть извести нас очень вот но видно глины которому используют из пруда вы как там было поэтому она достаточно хорошо жирная ну даже в каком смысле слишком жирно и долго очень подгадывали растворы нет четыре человека что который очень быстро да я попробовал накидывать вот у них такая технология накидки когда удар такой происходит это не просто выглядит просто у меня просто все оставалось на земле на сетку нет только только первый слой вот ребята когда были вот здесь у нас первый это метр вот столько идет сетка оцинкованы но она больше играет роль защита от грызунов а дальше идет просто по соломи когда зайдем внутрь вы увидите прямо к соломе отлично адгезия очень хороших туши глина она достаточно глубоко проникает и даже вот у нас солома на плотно и поэтому она как сетки вот затем мы начали экспериментировать внешней штукатурки как видите у нас вот видно пятна разные мы экспериментировали подбирали растворы разные но в итоге с извести у нас не получилось как я потом выяснил просто то что называется известь гашеная на рынках это не известь гашеная потом уже я узнал ее нет можно найти не гашеную но это на таких спец базах нужно ее искать либо не гашеную потом самим гасить но результате мы когда это поняли просто начали добавлять цемент и вот поэтому видно вот вот ну конечно цемент да вот здесь вот идет песок и и здесь а здесь уже вот начать добавлять цемент шпаклевка чистовая уже покраска все вот так же идут разные варианты вот здесь мы потом вот сейчас экспериментировать с разными вариантами шпаклевки просто подобрать нет все все так же просто берем сами здесь вот чистая известь и грунтовка здесь чуть-чуть цемент добавлен а здесь вот песочки вот разные фракции более мелкие ну хорошо вот 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 трещина грубо сказать да вот это закроет без сетки мы мы здесь как раз без сетки дело просто для эксперимента а так обязательно сетку так чтобы как раз вот 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 совершенно верно но как видно здесь трещина почему потому что два слоя раз которые разные если соблюдать идти одним слоем то вот вот видно вот вот верхняя стена она она сделана одним проходом вот фактически в этой нету цемента и она как видите есть трещина ну опять же а вот где идет да вот это конечно не желательно но мы уже я говорю эксперимент так до конца эксперимент ну я не знаю почему ему отсыревать принципе конечно натуральный материал они как берут так и отдают но посмотрим не могу сказать нет у нас есть печка вот мы сейчас зайдем вы увидите печку уже смонтирована вот как раз сегодня была первая топка сделана поэтому мы можем топить можно не топить но принципе я не если опять же стены защищены у нас есть достаточно хорошие свеса как видите мы сделал двойной свес вот этот проминаде то что я тогда говорил он дополнительно дает козырек защиту соответственно больше чем какой-то средней влажности дом не будет вот загниет если вот так вот кстати вот эта солома которую мы здесь видим вот так помните в первой серии я говорю про горизонтальные панели мне говорили чтобы за плотности они не будут они все-таки намокли души у нас получилось первая бригада немножко так сказать мягко сказать сама удалилась вот и мы потеряли часть времени и начались дожди когда нам залила часть панели и вот горизонтальные панели у нас залила и мне пришлось часть выкинуть потому что ну распотрошить все-таки до вертикальные нормальность них нет вот в том-то и дело мы мы ловили сухой период и поймали но я из-за вот этих задержек мы его потеряли и в какой-то момент пошли дожди да вот горизонтальные с них стекала прям а вот горизонтальные получили что они достаточно плотно и все-таки напитались и из-за плотности же она влага не выходил так но тем не менее вот мы чуть-чуть заказать пришлось распотрошить ну зато теперь у нас богатый будет перегной для огорода здесь будет завален то вот у нас кстати помните расскажут у нас заваленку же сделано впереди для того чтобы не давать вот этому подполью перемерзать вот собственно заваленка не до идет просто руберой там еще доска которая вот видно ее доска которая не дает этому всему засыпаться туда и просто заваливается и трамбуется это вот отсюда же бралась глина ну как раз где-то от метра до полуметра это можно там варьировать мы получаем достаточно хороший такой мощный ну как щит защищающий как вентилироваться подполью обязательно даю роду в роду хитину как классе на на здесь ничего не не придумали нового просто просто единственно берем материалы которые вот подручный того чего здесь не было вот цена рампичка да сегодня была первая топка трюк за светом сбегаешь вариант вот тоже вот черновая штукатурка вот можно смотреть это просто глины вообще глина и вода она просто уже как камень попробуйте сами поэтому адгезию даже повод кусочек отломать просто отломать она настолько хорошо вот проникает проникает либо хоппер лопаты есть такой когда под давлением он просто используя ручную силу ребята хорошо это делали достаточно вот собственно говоря вот вот где где мы видим вот одна из комнат 3 на 3 комната отопление здесь воздушные вот то что это рассказывал помня вот у печки есть забор холодного воздуха снизу и подачи уже прогретого за счет двухконтурной вот этой технологии и получается вот здесь уже воздушное отопление в эту комнату помимо прямого инфракрасного излучения от от самой печки идет еще дополнительную вот возможность открыть закрыть котел вот стена 40 сантиметров до здесь еще же будет где-то порядка двух-трех сантиметров черновая еще чистовая где-то два-три обычно рекомендуют внутреннюю сделать толще чтобы у нее пара проницаем с было меньше меньше чтобы до легче отдавала внешне поэтому ну вот пирог получается где-то 50 сантиметров и достаточно вот опять же проводились там разные исследования но вот германии в частности ребят там один институте в интернете есть эти данных тестов то показалось что примерно около трех метров кирпичной кладки теплопровозной стены настолько мало что вот это незначительная нагрев с помощью этого вида отопления но предоставляет возможность проживания здесь достаточно комфорт плюс вот еще многие говорят чутки и маленькие окошки сделали тоже это с точки зрения теплопотерь уменьшение да да тройной пакет или двойной да там внутри стекла зале нарк сберегающие стекло снаружи и маленький но объем достаточно для просто чтобы было светло естественно освещение да ну и плюс тоже сейчас надо учитывать здесь темно когда будет это все более светлые тона то конечно будет вот собственно говоря прошу вот это вот такие спаленки тоже достаточно небольшой по объему размер но тем не менее достаточно чтобы там кстати я посмотрел когда видео вот это там ребята говорили ну какой же экологический дом когда вас композитные балки надо объяснить что композитные балки имеется ввиду просто скрепленными без я не видел таких без да да ну комментарий да без говорит здесь клея клея нету когда вы просто гвозди ну вы ответили нам можно было бы я не отвечал просто я видел там комментарии вот что да вот печка в экологичном доме что не должно быть ни одного гвоздя но это мнение не внешне современный материал вот грубо сказать вы должны отнести к никому железу знаете мы даже вот хотели уйти попробовать без пены сделать но вставить окна и двери и попробовали одно окно на нален но это была просто такая морока что в конце концов то ладно давайте с крыши все удачно смотря на то что сначала были сомнения по поводу материала удивление сверху так скажем дома она как по чердаку идет или по по стропилам тоже нет идет именно да вот утепление вот видно чуть-чуть выступ вот здесь вот это вот идет панель такая же как стеновая панель за счет получается коробка ну вот коровы были к 1 коробка еще открыто было то есть потолок там такой до горизонтальная вот чердачное помещение само вот это верхняя она холодная но если в будущем я буду что-то делать я сразу сделал ютаветовскую вот эту пленку мембрану ты на всякий случай буду планировать утеплять по по стропилам то можно будет а то есть гидроизоляцию кровли вы уже предусмотрели можно было и не делать то что этот кроме не конденсирует и может она холодная но тем не менее я решил потом это делать будет намного сложнее нет ну это получается выглядит как шифер только волна больше и вместо асбеста здесь целлюлоза волокна целлюлоза пилится он любым фактически болгаркой пилой чем угодно свойства фактически все те же как у шифер только вот более он он не такой хрупкий и наверное легче нет ну не знаю может быть вот не знаю но прибалтики единственное дело ты пришлось вести из прибалтики у них белоруссии есть вот представительство в россии листы они мне кажется он легче вот лист вот он вот сколько здесь он весит сейчас если я не ошибаюсь 25 килограмм он метр 60 на метр так что в принципе человек на два человека нормального монтируют ну да а я не могу сравнить черепицы только с металла черепицы а ну да ну не хотели просто сделать это экран для был экранировать космические силы просто это даже с точки зрения какого-то до эстетических звук поэтому как фундамент себя ведет может нагружаете нагружаете ну вот я не ставил никакие маяки но маячки но вот с того момента как мы его все усилили и стянули дополнительно да 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 вроде нормально но сейчас уже фактически ну почти полный вес но за минус конечно снег по сравнению с деревянным домом насколько легче получается деревянные по весу я думаю значительно потому что ну вот одна панель здесь весит 250 килограмм примерно здесь их 140 можно перемножить дом примерно я рассчитывал что будет в районе сотни тонн примерно снеговой нагрузкой уже совсем мне кажется из бревна он приблизительно тоже есть нет не знаю смотри какое бревно не сама сена дает веса дает что-то только турки не сама солома настолько спрессована что она тоже очень тяжело вот 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 такую панель вот видно вот она распотрошена уже вот это еще маленькая панель вот ее два человека маленькую поднимают большую ну ту дальнюю маленькую вот этой маленькой в плане пуск до узенька а метр двадцать пять стандартных и уже два человека не поднимают мы вот все верхние работы с помощью крана выполняли вот остатки вот такие примерно оставались но тут видно тоже разные качества труб не туда толщина видите здесь толп толщина своей повышенной надежности у них шесть половина миллиметров толщина стенки это обычно свои четыре миллиметра и вот видно что она уже просто когда расстала как вы говорите да нас она уже начинает деформируется а это то есть пока она не не деформировалась значит усилия закручивания недостаточно и надо ее крутить дальше но это при условии что диаметр отверстия не больше чем 5 сантиметров после есть большие дырки сделать он деформироваться гораздо быстрее выбирали фундамент нас уже соседи многие построились и уже у них был опыт с вами фундамент и мы увидели и плюс когда мы копали фрук мы увидели что у нас никаких здесь подводных там каких-то рек или на ручьев нет у нас просто шла глина и глина и все поэтому принципе если сплошная гри глина и нет перепада высоты то своя нужно воспоминетры быть весь песок точно так же но друзья посмотрели кому интересно кому нет это уж решать вам самим ну а если вам интересно продолжение этого сюжета обязательно напишите вот об этом в комментарии следующий раз буду в москве я думаю что я найду время заехать опять на этот объект опять пообщаться с этими приятными людьми и посмотреть что же с домом происходит дальше с вами сегодня был александр проект строй живим до скорой встречи пока